необычные котята. В интернете нередко можно увидеть истории, как кто-то нашел выброшенных котят или щенят. Так случилось и с одним фермером из Забайкалья. Однажды рядом со своим сараем он обнаружил совершенно крохотных, еще слепых котят. Все они были, как на подбор, одной масти, пушистыми, но такими маленькими, что фермер решил, что это самые обычные котята, мама которых окатилась рядом с жильем человека, а потом по какой-то причине их покинула. Так что мужчина забрал детенышей домой. Манулы не отличаются по размерам от обычной домашней кошки. Не зная, чем помочь котятам все-таки сидеть и кормить малышей из пипетки, так же, как и обеспечивать им обычный уход, для этого требуется много времени, фермер обратился в Даурский заповедник. Там специалисты предложили фермеру найти обычную домашнюю кошку, у которой недавно были котята, или даже может, которая сейчас растит свое потомство, и попробовать уговорить маму принять новых кормильцев. Однако, когда работники заповедника увидели, каких именно котят нашел мужчина, они ахнули. Фермер нашел котят у своего сарая, подумав, что это детеныши обычной кошки. Оказалось, что найденные котята – детеныши манулы. Это очень редкий и довольно малоизученный вид кошачьих. Они не приручаются, и если в маленьком возрасте манулы довольно легко ладят с человеком, то стоит им только подрасти, как инстинкты берут свое, и содержание таких животных в доме становится невыносимым. Тем не менее, стоимость этих редких животных на черном рынке достигает нескольких сотен тысяч рублей. Желающих завести у себя дома экзотику всегда хватает, а поймать манулы в природе почти невозможно, что уж говорить о том, чтобы найти котят. Теоретически, можно было бы продать малышей за приличные деньги. Однако это бы вряд ли пошло бы маленьким манулам на пользу. Этот вид животных хорошо себя чувствует только на воле. Поэтому фермер решил передать дорогостоящую находку заповеднику, чтобы те помогли котятам подрасти и потом выпустили бы их на волю.